Салют компаньерос, вы на канале Binge Running Blog. Сегодня у нас четвертый день бегового кэмпа в Дагестане. По плану у нас посещение водопада и такая легкая прогулочка трусцой с палочками, полушагом таким по части трека Дагестан Wild Trail. Насколько я правильно понял, это будет трек 120 километров, поэтому для меня это будет, скажем так, неповторяющийся опыт. Бегу я 65, а прежде чем мы выдвинемся на трек, у нас по традиции очень сытный завтрак. Сейчас я как раз поднимаюсь, сытный завтрак надо заслужить, поэтому ежедневные, ежеутренние 300 метров набора до центральной площади. Ну и дальше встречаемся с ребятами в Кафной. Традиционное фото, мы на месте, Балтинское ущелье, водопад, сталкивает точка. Так, а я такой хожу-хожу-хожу-хожу, поэтому надо быстренько тут, оп, в первых рядах. Идем вот по такому ущелью, пригнувшись до водопада, опа, нибудь течет река, досочки, конечно, не вызывают такого доверия, все шатается под моим весом. Оп, 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 ну вот тут вроде получше уже. Смотри, какая красота, но вот кафешка есть. Все, вообще резвописные, камни все больше, тут уже снег. О, там какая-то пещера. Да, надо немножко, так сказать, ускориться, потому что сейчас потеряюсь тут еще, первый раз же на том щеле. Да-да-да, блин, хоть камеру не выключай, но посмотрите, что тут делается. Такая красота. Просто отвал башки, ребят. Такая, что-то вроде пещера. О-о-о! Но, наверху там небо, открытое. Такая щелина прям очень глубокая. Так вот, ребятушки, нацепил МД-фильтр и не взял свет. Поэтому, не знаю, будет ли что-то видно вообще. Сейчас посмотрим. Вот это, конечно, баллончики всякие, да? Вот это условие надо взять и просто опозор на стол. Мне кажется, да. Знаешь, тут же так отполировано все. Оп! Аккуратно, чтобы не навернуться. Вот это водопад, да? Ну, вон, сосунка. Ага, нормально. Ну, вот так хотелось купаться по водопадам. Я рад, что нет воды сейчас. И у нас ноги сухие абсолютно. Дайте мне в провал посмотреть, что там. Виды завораживания, слава богу, что какие-то русские вручья лезет. Реки, оно такое. Не мог бы, я бы сказал, слава богу. Тонуть можно? Ну, как, ну, лёд прозрачный просто. Я думаю, здесь, да. Ну, примерно в 10-то есть. Аккуратно. Ну, это, да. Лёд прозрачный просто. Ей-в EA-на. Ну, это дour. Стоит, да. И сухая. И вот здесь. Аккуратно. А где народ-то? Сейчас батарейка сядет, где народ? Вернусь на исходную точку, отсюда уже поедем в Кайбор, насколько я понимаю. Сегодня у нас по плану около 20 часов в расслабленном темпе. Вот такие атмосферные улочки. Сейчас мы в селе Салта. Если поедет машина, вы с ней, конечно, еле-еле разойдетесь. Вот так вот. Может быть, универсированного Кавказа здесь в этом доме жил. В общем, практически на каждом доме какая-то табличка, связанная с историей России. И либо какие-то военные деятели, либо религиозные. Потрясающе. Интересная табличка. Вот, ребята, вышли из села. Идем по дороге по направлению к замечательным горам. Дальше у нас будет, если видно, вот эта вот серая диагональ траверс. Дорога наверх на гребень. Вот. Ну и, собственно, здесь уже трек Дагестан Вайлд Трейл. Насколько я понимаю, это дистанция 120. Вот. Такие вот флажки. Пока все выглядит достаточно безжизненно. Травки нету. Кустиков нету. Не за что привязать ленту. Поэтому, ребята, используют из команды разведки вот такие вот флажки. Мы идем дальше. Иду я в конце. Сегодня гуляю, дышу с палочками. В спуске попробую побегать. Ребята уже усы стали достаточно далеко. Небольшой пит-стоп. Первый подъем у нас 400 мм. Начали мы вон оттуда. Села, где мечеть. Вон там, в второй середине. Тесниный водопад. В пещере. Очень классное атмосферное место. Ну, что могу сказать. В принципе, вот такими перебежками по 300 метров вверх. Пульс где-то 140-145. Ну, страшный, конечно, первый подъем 1400. Потому что, получается, сколько? Четыре почти таких вот. Надо одолеть. Ну, не знаю. В общем, надо постараться. Думаю, затащу. Ребята уже, кто там помощнее подходит. Вон там, где снег лежит. Уже, наверное, кто-то down down. Они уже 10 минут пока. Да. Мерзнут. Ждут нас. То есть, уже кто-то залез на вершину, забежал. Кто-то, вот как я, карабкается сейчас пониже здесь. Вот в Рейергарде, как всегда. Мое любимое местоположение. Вот первый подъем практически все. Финальные 10 метров через расширину. Поднимаемся до зоны снегов. Хотя, тут солнечный склон. Снег еще здесь не растаял. Вот как раз. Поднимаюсь сюда. Опа. Такие. Вот капкан чей-то. Наташа, вроде и все. Нет? Ну, Наташа и Саша, да. А дальше мы вниз и туда бежим. Туда? Вон туда. Туда? В долину, да? Нет, вот налево туда. В траверс. Ага, понял. Справа от этого гребня. Видите, дорога тянется. Через село Мурада-Тарада. Туда на ту сторону. И немножко загибаясь налево в сторону Карадахской теснины. А плато, которое перед нами, вот это, вот там где-то непредвидительно на земле. Справа, не все. Какие пологи? Да. И на фоне первого склона начинаются дома. Сейчас. Так. Мы подымались по левой от нас стороне плато. Мы не видим дорогу, по которой мы подымались. Она от нас закрыта белым флоном. Низкое горское плато рассечено каньоном. Видите, да, он отступается? Да. Параллельно каньону тянется дорога. Эта дорога сваливается вот внизу слева. Селение называется Силта. От Силты дорога идет. Ее здесь хорошо видно. Она петляет и уходит в Салту. В Салте водопад мы там были. Силта и Салта. Вот у него водопада, он читается тоже. Салта вот под нами. Белое здание, синяя крыша, это Сашкова. Мы ее прошли, а не мечеть видна хорошо. Я не знаю, получилось ли это сделать, потому что ребята фронировали не загибаться в Силту и делать петлю почти 3 км, а напрямую по хвото свалиться в Салту. Не знаю, сделаю или нет. Трек? Ну да, трек. Я не знаю, я не смотрел еще трек. Теперь смотрим в другую сторону. Мы переходим на это поле. Слева от нас, в диагонали, туда спускается тропа. И дальше тропа загибается налево и лесом тянется, туда вот травертируя склон, налево. Здесь будьте осторожны на спуске, начальный участок под снегом, можно прокатиться вниз. Следующее, да, населенный пункт внизу, ближнее к нам селение называется Кундурхе. А следующее, которое нам нужно, называется Купа. Нет, 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 нет. Контурхе с Купой сливаются. Если посмотрите, видно, что в середине тела развалины. Да. И справа от этих старых домов не очень хорошо считается щель с колен. Вот мы мимо этой щели проезжали по дороге Кунит. По этой щели проходит дорога. За этой щелью мост. У моста автобусная остановка. Там ждет машина для тех, кто ведет к Купой. Собственно, все. Следующая точка у нас автобусная остановка в спуте. Ну что, вот, в принципе, можно и пробежаться, наверное, сейчас. По чехолечку по треку. Аккуратно. Снежный спор. Аккуратно. Боком ногу не ставь. Да. Вот так вот под кулом не ставь, чтобы подвернуть можно. Прямо. Добегаем в такую ложбинку. Тут у нас в обычное время, чем ручей. Сейчас пока снег. Вот. Обратите внимание, ложбинка. Тень. Сразу появляется лес. Достаточно живописно. Там вообще, было такое все безжизненное. А здесь, там супер. Здесь есть повод для поппинга. Поэтому, маленькими шажками. Снимим. И считается, не сладится никуда. Пара километров назад и метр сто повыше была шикарная тропка. Ну, где-то, наверное, километр два бежал. Такая петля еще вдоль склона по лесу. Вот, теперь у нас достаточно техничные такие спуски по руслам ручьев. Вот, ладно, сейчас, чтобы не... Так, давай, проходи. Я тут балакаю. Вот. Идем вниз. В принципе, здесь так немножко посложнее. Вот, надо перебраться на ту сторону, где Римма сейчас идет. Вот. Ну что ж, займемся, пожалуй, этим. Ну, вот я пропустил разметку слепая цитерия. Вот здесь вот расселение туда вот вниз, где девочки карабкаются. Дальше вот по этому языку, языку, языку. И вон что селение. Забыл же, как это называется. Что ж, пойдем. Где-то что-то натаха должна быть замыкающей. Тут ветра нет. Скажу пару слов, чем хороший кэмп. У меня нет силенок бежать максимальную дистанцию. Да и 65, в принципе, для меня будет таким хорошим приключением. Но мы сейчас бежим трек, который 120 километров. Часть которой, собственно, у меня ее и не будет. Мы вот этим лесистым склоном спустились. Там уже солнце, одни камни. Здесь такие вот какие-то высокогорные пастбища. Бежим в деревушку. Вот. Дальше у нас тут русло ручья. Трейлрайнинг это такой спорт для одиночек. Позволяет почистить голову, собраться с мыслями, отдохнуть от таких повседневных, повседневной рутины. Если вам не хватает общения, приезжайте в кэмпы. Здесь уже с группой единомышленников. Будете бегать короткими перебежками. Смотреть видовые точки. И наслаждаться общением. А мы идем дальше. У нас там еще одно село с историей. Вот. Название которого я благополучно забыл. Одна вот из центральных площадей. Смотрите. Это вот школа или клуб. Такой советский. Характерный. Стиль постройки. Здесь вот домики жилые с верандой. Здесь у нас вот мечеть. Старые вот какие-то дома. Ну, половина нежилых. Расчелина. Сейчас мы пробежим посмотрим. Очень атмосферно. Расчелина. Сады. Зал. Сады. Сады. Просто вот. Сады. 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 Вон, да, разметка висит Потеряшки, всех вернули В общем, а только у нас туда идет Смотрите, вот она идет, идет чертис Потом выходит, вот там, в глубоком скаминке Дорога его проходит по каменному мосту И вон здесь задом, выше пухлит Она на нем уходит, уходит вот туда налево Она тянется туда налево, потом дорога кончается Начинается Котская тропа Мы по этой тропе выйдем на перегиб И с этого перегиба спустимся на асфальтовую дорогу В пяти километрах от Кергебля И оттуда уедем, я надеюсь И бежим по этой дороге? Здесь бьючные тропы и перегонные тропы Это вот дорожная сеть, по которой мы перемещаемся А до Кергебля? До Кергебля мы не добежим Мы проедем Ага, 65, они оттуда и забегали 65 стартует в Кергебле, да Мы двигаемся в троисбольном, комфортном для себя режиме Никто никуда не торопится Единственный участок, который может быть технически сложным Это путь на дорогу Вот последний путь, там могут быть какие-то путь, которые в втором месте Охо-хо, ребятушки, выбежали в соседнюю долину Как это, Саш, называется село, то чтобы я подставил Китры, которые мы выбежали там Село называется Купа Купа, да, вот Из Купы мы выбежали Тут в соседнюю долину Старая дорога И вон там, как он, Зулейха, хочу сказать Гора Зуберха Вот Туда Мой будет первый подъем, прям со старта То есть с уровня, примерно, вот этой вот долины Вот до уровня этой горы 1400 набор, все хвастаюсь Не знаю, как это пройдет, но Ладно Ладно Да, как-нибудь В общем, с соплями С крепким словом я, наверное, до тут должен буду забраться Ну а сейчас мы все потихонечку вниз По вот этой вот достаточно, пока комфортные дороги Немножко пожестили И вот достали Достигли дна долины Тут Речка, которая Вся Пересохшая Какая-то вот Скальная такая вот Скальная яма Вот Мы начинаем восхождение Еще Здесь Здесь вот Все-таки Будет пониже, чем там Вот Это точка Очередная у нас Здесь Вот Мы Оттуда Деревья Спустились С этого склона Прошли по долине Вот Вот Варьер гарди Мы, короче, движемся С комфортным темпом Вот Ну, практически пешком Три часа с копейками у нас занимает это дело И где-то 12-13 километров мы уже одолели Общий набор у нас сейчас 550 В отличие от первого подъема здесь очень комфортная дорога И Никаких крупных камней нет Как там вот На спуске На скокопрогонной Дороге Старые Вот А здесь, в принципе Норм Ну, пока мы бла-бла-бла Девчонки нас уже загнали Вот Наша должная команда разметки Я тут не побегу, но они нормально ставят Участки-то 120 же, да? Да 120 Вот Мы его тут Ну, вы уже как раз его добегаете Сейчас до Гиргебля И он заканчивается Ну, даже мы не до Гиргебля А вы раньше закончите? Да До асфальта До асфальта Ну, не асфальта Там, наверное, до грунтовки Да, 18 с копейками Вот Ну, ладно Отлично Нормально считается Отлично И у меня вот минус пять Очки на минус три Я все пробежал Нигде не злился Спасибо, ребят Да, давай Все Спасибо Вот тут вот ребят догнал Такими перебежками Кто на хил жаловался Теперь еще надкоснице привет Передает Вот В общем Набрали мы Необходимые Нам Высоту Набор У нас 600 с копейками За Неполные 15 Км Теперь Идем вниз Куда, наверное, по ущелью Как-то по тропе Разметка сейчас А, какая разметка? Я же там группу разметки встретил Нет Нет ее Вот Ну, потихонечку Спускаемся Пережем ноги Осталось Меньше Тех Км Как я уже говорил А вон Саша нас догнал Ага Вот Немного На гунип В идеале Мы сейчас Выбежали через Два километра Небольшой Белорь Здесь Там народ Петляет Я немножко Вырвался вперед Ну Просто Потому что Потому Потому что У меня есть Трех в часах Вот Такой Здесь Ну Я бы сказал Криповый Немножко Участок Он Изо речки шумит Зато Солнышко Красота Сейчас сверимся с картой И пойдем дальше Мне кажется туда надо повыше забираться Как хочется Вон девчонки там идут Я здесь Вот Но Себе то я верю Потому что трех у меня нарисован В часах Вот И примерно здесь как раз И надо бежать Девчонки решили На поемке Немножко там покруче Но они уже ниже Горги И Саша нам сделали подарок Они Вот эти вот последние Полтора километра До До Дороги Вон она Даже где то может быть Посмотрю Если повнимательнее Увижу А вон там наверное Машины Которые у нас должны ждать Вот И на полтора километра Как я уже говорил Сброс 250 Ну Видали конечно и покруче В Геленджике ночью Поуже Торопинка То есть таким же наклоном Вот Ну Тем не менее Тем не менее У меня здесь уже В районе левый ступ не просто ноет И Говорит Чувак потише Вот это да А как так Я по треку шел И вот тут разметка есть Смотрите провода натянутые Это Арматура стоит Вот это да Да Бежал Бежал в серединке И оказался, в конце Вот так вот Саша хитрец знает всю тропы Повел короткой тропой Ну Те, все, финиш? Да Довольны? А что не долг нас ждали? Ждать вас, скажи, да? Не Классно Да? Там же разметчики не разметили. Да, да. Там их расстрелили. Ну вот наше поручение в целом с доставкой. Туда-обратно занял где-то чуть больше 5 часов. 17 с копейками километров. Набор 600 метров. Две большие горы. Водопад в Салтинское тиснение. Откуда мы собственно и стартовали. Салтинское тиснение.